Берег Маклая на острове Новая Гвинея Он покорил папуасов своей добротой, искренностью и простотой. Туземец Туй был самым смелым из папуасов. 150 лет назад он первым пошел на контакт с белым человеком и первым нашел с ним общий язык. Это знакомство стало главной сценой театрализованного представления, в котором современному Миклуху Маклаю было суждено сыграть роль своего знаменитого предка. Сегодня потомок Маклая беседует с потомком Туя. Однажды, когда Туй шел вдоль берега в надежде поймать рыбу, перед ним появилось привидение. Как оказалось потом, это был белый человек. Он стал показывать знаками «Не бойся меня, я тоже человек». С тех пор прошло полтора века, но жизненный уклад этой деревни и мораль аборигенов мало изменились. Вот такая вот зажигалка. 150 лет назад Маклай описывал о том, что при помощи вот таких полен, которые они брали с собой, можно было поджигать всегда костер. Ну и плюс греться. И до сих пор его используем. Вот мы видим, как прекрасный местный житель носит с собой точно так же уголек. «Добро пожаловать, Маклай!» – гласит надпись на школьной доске. Папуасы часто называют своих детей его именем. Потомка великого гуманиста встречают не только дети, но и бывший премьер-министр, основавший государство Папуа-Новая Гвинея. Я очень горд встретиться с потомком Маклуха Маклая. Мы приветствуем ученых-натуралистов из России. Мы можем показать вам неизвестную часть мира, нашу страну Папуа-Новая Гвинея. Российскую экспедицию одинаково тепло встречали и в столице, и в глухих деревнях. В университете города Маданг ученые торжественно открыли выставку рисунков Миклуха Маклая и фотографии вещей и предметов из коллекции кунцкамеры, которыми пользовался великий путешественник. Маклая в Новой Гвинеи помнят и знают везде, а вместе с ним и Россию. Мы приветствуем Россию и свободу! Андрей Муртазин, Николай Миклуха-Маклай, Международное обозрение.